Ну что, я сейчас дотяну до субботы, и всё, такого храпака дам. Так, поехали? Поехали. Не споткнись, ездок. Всем привет, это программа «Двойное дно», и я ведущий Владимир Капустинский. И Павел Дмитриев, всем привет. Вы на нас подписываетесь, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Как он говорит, да, это всё очень важно для продвижения нашего канальчика, и чтобы нам было приятно. Задержали в Екатеринбурге Евгения Ройзмана. Как все написали, последний такой федеральный политик, который открыто говорил, что он против войны. Хотя тут, может быть, Явлинский или Маркет Шлосберг обидится, они тоже федерального известности. Но они не так резко говорят, они не так часто высказываются. То есть, Ройзман на айфоне, он более категоричный. Ну и да, Ройзман, конечно, известен своим твиттером, в котором он частенько послал три буквы. Обожаю, обожаю его твиттер. Разных людей. Ну, его задержали, провели обыск. Сегодня... Всё как всегда, да. В 6 утра залетел отряд полиции, музыки Бенни Хилла не хватало наложить. Ну, кстати, вот я заметил, что это было в Екатеринбурге, полиция была Екатеринбургская. И насколько всё-таки там Ройзмана уважают простые люди, к нему именно что они залетели. Он открыл дверь, они приставились, не ставили пол класть. Девочка какая-то там постановление засчитывала. Вообще всё происходит не так обычно. А когда они залетали, там консьержки, так, телефон, никому не звоните. Думаю, ну всё, сейчас подбегут, там все стену к счётям разнесут. Нет! Бабушку не трогай, никому не звоним! А такие, Ройзманы... Вот бумарочка, постановление, да. Всё-таки Ройзмана в Екатеринбурге уважают. Да, величина. Евгений Вадимович, конечно, да, фигура. И мы записываемся в четверг, и в четверг же будет суд по мере пресечения в Екатеринбурге. И мы напишем в бегущей сфере, какое было решение принято этим судом. Вот, ну, я надеюсь, там статья, вот это уголовная статья о дискредитации, то есть у него было 4 протокола уже. Там 200 чем-то тысяч заплатил за все эти протоколы административные, 240, по-моему. Да, и там максимально до 5 лет, но это если там докажут какой-нибудь там сильный ущерб, а вообще как бы до 3 лет. И есть надежда, что его, ну, хотя бы в сезоне отправят. Хотя надежды, конечно, мало, потому что сейчас Навальный, Яшин, Гарамурза. Кстати, Яшина мы-то с тобой, да, обсуждали. К нему пришли, а он тоже не молчал. Он тоже там каждый четверг вел свой стрим и назвал войну войной, очень категорично высказывался. Его, к нему пришли после интервью Дудя. У Рызвина накануне было там интервью Гордеевой. У меня вообще есть теория, что вот эти все там Бастрыкины, там эти Бортниковы, они на какие-то популярные ютуб-каналы подписаны, они смотрят, о, вот это вот все-таки надо забрать. Да, но что касается самой статьи о дискредитации, вот Шевчака же оштрафовали, да, за его эти слова, о том, что Родина не жопа президента. И оштрафовали его за дискредитацию армии, почему-то. И в судебное постановление его вот выдали. Там говорилось, что, почему штраф-то? Потому что он побуждал зрителей сомневаться в целях нахождения российских войск в Украине. А вот ты на комиссии уже все равно уже. Побуждал сомневаться. То есть уже даже нельзя что-то говорить, уже даже просто задать какой-то вопрос, это уже дискредитация армии. Я говорю... Думать, дискредитация армии вообще. Да, просто думать. Думал о том, что цели неправильные. Уже, да, это должен быть штраф 30 тысяч. Мы, конечно, смеемся, история дикая, страшная. А еще, надо сказать, про историю Виктербурга, когда люди пошли, молчаливый какой-то протест там у них был. Люди сидели, просто молчали на поддержку Евгения Розына на площади. По избежанию нарушения общественного порядка я вам предлагаю какие-нибудь данные? Знаете, я вам даю 10 секунд. В противном случае, это не выполнение законных требований с правительством лица. Вы будете привлечены по статье 19.3. Пап. Выдача понятна. Мои требования понятны вам. Время пошло. 10 секунд. Сойдем, покидаем. И было видео, как мужчину просто тоже подошли эти красавцы в кавычках в масках и начали ломать, и потащили его там куда-то. Ну вообще, как... Ну да, да. Просто то, что он сидел молча, это уже делать нельзя. Да, сейчас на улице правда нельзя сидеть на корточках молча. Так и главное, вот у Шевчака и лингвист, и эксперт сказали, что в его речи не было никаких призывов или негативных высказываний о российской армии. И суд сказал, ну это мнение отдельных специалистов. Вообще мы их запрашиваем не для того, чтобы как-то ориентироваться на их мнение. Ну просто. Мы надеемся, вы уже знаете, мы еще не знаем, мы надеемся, что Ройзман не окажется хотя бы в СИЗО, хотя бы по-домашнему лица, потому что все равно в любом случае это лучше, чем... Хотя, как сказал он за задержание, я знаю, в какой стране я живу. Да. Да, мы тоже знаем, в какой стране он сейчас живет. И мы недавно еще жили. Поэтому большой надежды нет. Ну а Псков снова попал в федеральную повестку. Что такое? Как место, через которое из России в Эстонию... Какой черный дыр. Да. Из России в Эстонию бежала Наталья Вовк, которая ФСБ российская обвинила в том, что она совершила теоретический акт, убила дочку Александра Дугина, философа, довольно-таки маргинального философа, ну, философа Дарью Дугину. Когда это случилось, мы с тобой были вместе, смотрели бокс Джоша Усик, и ты сказал, Дугина убили. Я тебе ответил, если ты помнишь, кто это такой. Да, ну... То есть, я сразу скажу, что вот эта вся история о том, что это вот украинский след, и подорвать, как-то нанести урон Кремлю, его идеологам, для меня как бы это сразу было такое спорная теория, история, версия. Зря вы хрюкаете. Ну вот то, что Дарью Дугину не знал примерно никто в России, это точно. Причем она оказалась тоже была пропагандистом. Да, оказалось, что она была корреспондентом Царь Грэд ТВ под фамилией Платонова, потому что она тоже философ, и она любила Платонова, Платона. И она вот взялась в фамилию Платонова. То, что Дугина, еще, допустим, я знал, кто такой Александр Дугин, ну, просто я знал, что вот это философ. Ну, ты Царь Грэд смотришь, потому что, да. Царь Грэд ТВ, конечно. Кстати, он одно время, он был главным дарьком Царь Грэда примерно в том году, в 17-м. А кто такая Дарья Дугина, естественно, не знал никто, и, ну, при этом она была внесена в санкционные списки, допустим, Америки и Великобритании, вот после начала войны летом ее внесли в списки. А ее тесно, по-моему, с 15-го года в этих санкционных списках. Да, ну, потому что у него такая теория, что вот как бы есть такая континентальная часть Европы, вот, и Россия, и Евразийство держит вот это и Европа, и Азия. А есть какие-то там страны возле океана, вот они пытаются с нами, типа, воевать, вот это там Англия, Америка. Ну, такая у нее была теория. Случилась эта история с убийством, непонятно, покушение было на Дугина, то ли там просто была история, тебе говорят, что он должен был съесть эту машину, но кто-то его задержал, там, или отговорил, или как-то он в машину не сел. Вот, поэтому там я не очень до конца понимаю, кого там действительно хотели убить. Ну, больше интересует то, что ФСБ через там день отрапортовалось, что они раскрыли преступление. Это правда. По-моему, быстрее раскрывали преступление, только когда Голунову наркотики подкинули. Когда там палец такая, а откуда Голунову наркотики? А, эти шмы подкинули, дело раскрыто. Да, да, да. Блин, тут полтора дня, и они такие, о, вот это вот. Тут с периодичностью раз в четыре дня приходят новости, что там наши спецслужбы предотвратили какой-нибудь теракт, что-нибудь такое, а здесь бамс им вроде как нос утерли, если верить официальной версии спецслужбы Украины. Но наши не растерялись, и быстренько все это раскрыли. Ну, вот эта версия, то, что вот эта Наталья Вовк приехала на мини-купере с дочкой 12-летней, и там показали как бы видео, как она въезжает и выезжает из страны. Ну, окей, хорошо. Показали видео, что она вот жила в доме, где жила Дугина. Ну, потом они такие, а она типа привезла с собой взрывчатку, и это никак не доказано. Ну, типа они говорят, в тайнике. Типа, ну, мы же не нашли взрывчатку. В ночь она была в тайнике. Плюс она там гоняла на этих украинских номерах, на казахских номерах. На ДНР-овских. Да, да, да. То есть такая себе шпионка, конечно, но... Ну, при этом, по-моему, этой версии ФСБ себя дискредитирует, потому что они рассказали про то, что действительно может приехать человек в тайнике, у него будет там взрывчатка какая-то лежать, потом она будет ездить на разных номерах, она может причем ехать по одним номерам, а выехать по другим. То есть из страны выехала машина с номерами, которая не въезжала в страну, и погранслурба такая, ну, окей, пускай выезжает. Еще и с дочкой рядом, 12-летней. Ну, да, обычно, когда ты едешь, какой-то теракт делать, а ты берешь с собой ребенка, ну, чтобы не с кем оставить. Меня больше всего вот еще историю удивило... Ну, как не удивило, а зацепил комментарий Маргарита Тимонян, которая сказала о том, что вот она сейчас в Эстонии, Эстонии эту вовку не выдадут, но найдут у нас любители поглядеть там на эстонские шпили. Я в этом общем услышал такое, что вот, может быть, я что-то за уши притянул, но пока идет война, и они будут разбираться с теми, кем им выгодно там, да, под предлогом это вот нацисты, спецслужбы Украины убили туда-сюда, когда что-то закончится, вот это вот погулять там по шпилям, они... Очень бы хотелось, чтобы это было не так, но через какое-то время, возможно, там будут обнаружены где-нибудь в Европе смерть какого-нибудь общественного там деятеля российского, который мигрировал в политика, не дай бог там журналиста какого-то. Ну, тем самым, Симонян сама подтвердила, что вот эти солсберийские, якобы продавцы этих спортивных товаров, на самом деле они там российские, это российские спецслужбы, потому что она вот этим намеком подтвердила это, хотя сама же Симонян брала там у них интервью и рассказывала, что, мол, типа, это никакие не шпионы, это все, типа, Запад выдумал. Ну, я хочу сказать, что вот, что касается Дарьи Дугиной, ну, это трагедия для ее родителей, в первую очередь, конечно, большинство россиян ее не знало, но потом, когда вот ее похороны собрались и буквально там на ее очень остывшем теле стали там выплясывать, рассказывать там, этот Слуцкий там сказал, один, одна страна, один президент, одна победа. Одна страна, один президент, одна победа. Переиначив, сам того не понимая, нацистский лозунг, да, вместо того, чтобы как-то, ну, это, погиб человек, вместо того, чтобы как-то тихо, спокойно, ну, там, похоронить ее, посочувствовать ее родителям, они устроили эти пляски, все, что угодно могут. Да, потому что сейчас в эту пропагандистскую вкладку все в качестве раствора цемента, которая это вскрепляет, ее туда все, смерть, там, не знаю, какая-то победа, какие-то там выборы, сейчас все туда лезет. Ну, и смерть вот этой Платоновой. Ну, овцом в очередной раз опросил россиян, и был же день флага российского, они шли спросить, что же у нас символ-то для россиян, вот, что для них представляет Россию. Где-нибудь в Штатах бы сказали, там, демократия, да, свобода. Микки Маус. Микки Маус, что-нибудь такое. Ну, здесь у нас даже президент Владимир Путин попал, вот он на олицетворение России, правда, всего 7% назвал его. А что такое? 7%? Всего 7%. А как скоро в целом будет призван нежелательной организацией? Я думаю, в ближайшее время иностранным агентам, нежелательной организацией, при том, что Путин назвал столько же россиян, сколько, например, и Байкал. Прошу генеральную прокуратуру проверить байкальскую территорию. И березки. То есть, вот, березку видишь там, считаешь, что для россиян, ну, как Путин. Честно говоря, немножко страшно за природу Байкала березки, которых не смог обогнать Путин. Он с твоими оппонентами разбирается очень жестко. Смотрите, такие выборы, да, проходят. Путин 7% и Байкал набрал. Чуть не смог победить озеро. Это фиаско, братан. Да, Байкал бы, ну, не смог пройти какую-то простую регистрацию кандидатов. Как и березки. Интересно, что армии и флот набрали всего 4%, и Великой Отечественной войне набралось всего 2%. Хотя, казалось бы, вся пропагандистская машина просто сейчас долбит там про армию, рассказывает про нацистов, намекая на то, что победили тогда в Великой Отечественной войне, вот и теперь победят. И россиян спрашиваешь, для них Великой Отечественной войны 2% называют как символ страны. Ветеринаров, ветеринаров, ветеранов. То есть, сказать, что деньги в пропаганду уходят никуда? Надо заменить их, этих пропагандистов, чтобы люди качественно работали. Мне кажется, что россияне уже настолько устали за эти полгода. Ну, даже не за полгода, но эти полгода как бы особенно жестко эта пропаганда льется. Ну, ведь все эти 8 лет рассказывали. И теперь россияне просто действительно устали. Потому что я вот, допустим, видел статистику, что охваты федеральных каналов упали на 25%. И теперь, допустим, телеграмм... В себе куда ушло? Телеграмм открывают чаще, чем смотрят первый канал. Потому что люди уже просто устали вот от этого, и они хотят какой-то другой информации. И поэтому уже там и Путин, и армии, и флот, и даже война Великой Отечественной уже как бы люди уже не называют, а они называют флаг, гимн, дом, свой. Народ как символ. Но, кстати, треть не определилась. Я ничего не понимаю вообще. Вообще, типа, что для них символ России, вот для третья? Ну, кстати, да. Я бы, может быть, даже к этой третьей бы отнесся. Я так тоже подумал, что для меня, там, не знаю, Россия. Что, кстати, для тебя Россия? Ну, я бы сказал, что это люди, которые живут в стране. Что это никакой не президент, не там, где-то челонящий аппарат, а вот это вот люди, которые живут, и что самое важное в стране, что, чтобы вот эти люди жили лучше. И страна, как бы, как они говорят, встает с колен, если из года в год каждый конкретно россиянин, ну, не хоть немножечко, но ему лучше жить. А, допустим, после начала войны всем россиянам стало жить хуже. Ну, начиная от самых ниши, слоев, в которых просто там продукты подорожали, стало хуже. Заканчивая этих олигархов, у которых там яхты тонуты, или там их забрали. Ну, в общем, тебе со сцены Шевчуком выступать, вот это вот речь его известная про бабушку. Очень бы хорошо в конву легла. А для тебя что, Россия? Что для тебя лицареет? Не знаешь, что ли? Да, слушай, я уже, во-первых, я, может быть, к этому третьему отнесся, который не определился, а вот если быстренько пораскинуть мозгами, живя в Риге, я вдруг-то себя поймал на мысли, ответил русский язык. Так оно очень-очень аффордано, да. То есть, когда я в другой стране слышал на улице русский язык, мне как-то, о, это Россия, там, не важно, что это может быть белорус, украинец, или чего-то, для меня вот главная сцена с Родиной сейчас это родная речь, которую я могу слышать там в другой стране. Наверное, вот так вот я ответил. Ну, и с тобой согласен, да, что это, в первую очередь, люди, как в этом, в Торе, Асгард, это не место, это люди. Вот она, технология Марвел как дурабралась. Вот это западное влияние, Владимир, слышишь, на тебя. Согласен, метастазами уже тут пошло все. Ну, а вы на нас подписывайтесь, пишите комментарии, что вы думаете про убийство Дарьи Дугиной, потому что очень много полярных мнений, есть, допустим, совершенно для меня непонятные какие-то там радостные мнения, что типа так и надо, вот для меня это совершенно непонятно. Да. Как бы убили девушку, которая была корреспондентом Цаиград ТВ, что за это надо убивать, что ли? Да, это, конечно, террористический акт, безусловно. Нельзя, эта война нас расчеловечивает, конечно, но все равно надо держать себя как-то в руках. Верьте ли вы, что ФСБ раскрыло это дело, что действительно есть украинский след, потому что сами украинцы и Зеленский рассказал, что они не убивали Дугина, что она не нужна, и Подоляк, по-моему, сказал, что это все не так. То есть Украина жестко отрицает, что это все не она, что это все там ФСБ. Либо выдумала преступника, либо там, не знаю, не смогли открыть, а им надо было отчитаться там через два дня уже. Напишите в комментариях, что для вас Россия? Кстати, да, это интересно. Может, флаг российский вот там растянули, сколько там, два километра флагов в Пскове. Может, вы там, вы, кстати, зашлись, как наши там чиновники и прочие пропагандисты. Так что вот, да, на нас не забывайте подписываться, не забывайте, у нас есть Телеграм-канал, у нас есть Телеграм-бот, там можете фотографии скидывать, писать там о чем-то важном, мы будем это публиковать. Смотрите наши другие проекты, у нас вот интервью буквально вот вышло, посмотрите его, если вы еще не посмотрели с латырским политиком. Посмотрите наше интервью, у кого-то там брал, я не знаю, никого из этих музыкантов. Дмитрий Спирин. А ты бы что? Второй просмотр в истории нашего канала. Вот, посмотрите, да, одно из самых популярных наших видео. Ну вот и пока. Да, всего доброго. Камеру вырубай на... Субтитры сделал DimaTorzok